вас друзья на канале даниила и ларисы продолжаем вас знакомить с рецептами забери кота штатива пожалуйста наш главный дегустатор вначале тут не давал мне мясо подготовить а теперь пошел штатив шатать драйку покажем посмотрите на эту на эту дрянь часы руки помою вот она вот она мерзавка которая не дает мне спокойно работать продолжаем знакомить вас друзья с книгами с рецептами чудесные книги издательства 38 года о конникова колбаса и мясокопченостей такой вот иллюстрированный альбом этом для распечатка для новых друзей для новых зрителей для новых подписчиков если кому-то интересно мы готовим вообще по этому альбому очень много я поставил себе задачу приготовить все мясные продукты которые есть в этом альбоме зачитаю что это главное управление мясной промышленности колбасы и мясокопченостей пищи промыздат 1938 год ленинград настоящий иллюстрированный альбом содержит обязательную рецептуру и способы приготовления колбасы мясокопченостей утвержденных народным комиссариатом пищевой промышленности ссср для предприятий нарком пищепрома альбом рассчитан на инженерно-технический персонал колбасных предприятий работников магазинов торгующий колбасой и мясокопченостей если кому-то интересно у меня есть эта книга формате pdf она загружена на мой google диск в комментариях можете оставить свой имейл с просьбой выслать книгу я вам вышлю ссылочку на скачивание с удовольствием делюсь этой книгой она действительно потрясающая для людей которые увлекаются колбасами мне кажется это клад я когда ее она мне попала в руки я просто очень понравилось в общем друзья сегодня мы приготовим варенокопченую колбасу сервелат высшего сорта как я постоянно говорю такая скажем ну для нас миссия нашего канала мы призываем всех наших зрителей всех наших подписчиков перестать покупать дрянь из магазинов и начать готовить колбасы сыры пиво алкоголь у себя дома стараемся показать что это все очень просто легко и ну буквально каждый хозяин и каждая хозяйка может совершенно спокойно сделать дома в обычных домашних условиях прекрасную колбасу сосиски сардельки вкуснейший сыр ну и практически каждый хозяин может совершенно спокойно сварить себе пивас ну в общем это лирика давайте вернемся давайте вернемся к солями высшего сорта по рецепту 38 года когда не знали еще когда колбасы высшего сорта делали действительно из мяса не делали из субпродуктов из сисек писек и хвостов как говорится а делали именно из мяса в некотором в некотором в некоторых ингредиентах мы вынуждены немножко отступить от оригинального рецепта потому что в тридцать восьмом году использовали селитру для засолки мяса смесь соли с селитрой мы используем смесь нитритной соли 0 5 0 6 процента содержания нитрита натрия и поваренной соли на килограмм сырья друзья мы возьмем 12 половиной грамм нитритной соли 12 половиной грамм поваренной соли такая смесь теперь расскажу немножко о мясе мы делаем больше чем килограмм колбасы потому что делаем еще для друзей вообще все пропорции все ингредиенты и текстовом виде рецепт вы найдете в описании видео также с нашего канала можете перейти на текстовый блог там где кому более удобнее более легко воспринимается информация в текстовом виде мы публикуем рецепты с фото то есть пошаговый рецепт с фото вот тоже как бы кому неудобно там с видео воспринимать информацию есть у нас блог там где все рецепты дублируются как пошаговый рецепт с фото Итак, 25% говядины, 25% постной свинины и 50% жирной свинины Из специй нам понадобится кардамон, белый дробленый перец и белый молотый перец Тоже пропорции и количество на килограмм сырья вы найдете в описании видео Первое, что нам надо сделать, как собственно говоря, при приготовлении любых колбасных изделий Это мясо засолить Для того, чтобы мясо засолить, его естественно надо порезать По оригинальному рецепту в промышленных условиях, ну в условиях колбасного цеха Мясо режется кусками 400-500 грамм и засаливается в течение 48-56 часов Мы режем маленькими кусочками, вот такими вот по 30-40 грамм И естественно засаливать будем меньше, оно совершенно отлично просолится По этому рецепту мясо можно засаливать все вместе, не обязательно разделять свинину и говядину Какая свининка хорошая Пока я режу мясо, друзья, хочу пригласить вас на наш второй канал Ссылочку на него вы найдете в описании видео Этот канал ведет Лариса, называется Путешествия Даниила и Ларисы Мы там публикуем отчеты о наших путешествиях, но не просто отчеты о путешествиях А именно инструкции по пользованию курортами Зимними горнолыжными курортами, летними курортами, морскими В общем о всех местах, где мы бываем, мы снимаем подробные видео Они конечно длинные видео, но они очень подробные Из них можно узнать основную информацию о любом курорте Цены на прокат автомобилей, цены на жилье Если это зимний курорт, то цены на подъемники, инфраструктуру зимнего курорта Если это летний курорт, то подъезды к воде, выходы к морю и так далее и тому подобное Где можно начнем сэкономить Также делаем обзоры ресторанчиков, которые считаем, что заслуживают вашего внимания В общем, заходите, подписывайтесь на наш второй канал Будет интересно, друзья Сейчас порежу все мяско и вернусь к вам После того, как порезали все мясо, смешиваем нужное количество сахара С уже приготовленной заранее смесью солей Ну, как я говорил, нитритная и поваренная И хорошенько просаливаем все мяско Нитритная соль, если вы первый раз попали на наш канал Я говорю об этом постоянно Нитритная соль, вот это содержание, которое мы озвучиваем, совершенно безвредно Оно значительно ниже допустимых норм Ее надо использовать в первую очередь для того, что она убивает болезнетворные организмы И во вторую очередь для того, чтобы при варке колбаса не теряла цвет При тепловой обработке, вернее, не при варке Чтобы в результате мы не получили колбасу Потому что если не добавить нитритной соли Мы получим колбасу неприглядного серого цвета А с нитритной солью, вот с такой вот незначительным количеством нитрита натрия Мы получим колбасу красивого мясного цвета Именно такую, как она должна выглядеть Ну, как она должна выглядеть в общем Хорошенько просаливаем все мясо, друзья Накрываем его крышкой И оставляем засаливаться на 2 суток при температуре 4-5 градусов То есть подойдет обычный холодильник Главное хорошо перемешать, чтобы все мясо, чтобы всему досталось соли Чтобы все равномерно просолилось Специи мы отставляем и будем добавлять их уже при приготовлении фарша В общем, я сейчас досолю крышечкой и в холодильник Через 2 дня перекрутим мясо для дальнейших действий Нежирную свинину и говядину перекручиваем на решетку Здесь у нас 4 мм То есть на некрупную Перекрутили нежирное мясо Меняем решетку на более крупную Я беру 7 мм Если есть больше, если есть 8-9 мм То можно взять и больше Надо нам Лариса купить решетку крупную Жирное мясо перекручиваем на крупную решетку На максимально крупную, которая у вас есть И так Croat Я беру 7 сутки Я беру 7 км Я беру 8.5 см Как-то работаю Я беру 9 км Неでしょう Я беру 9 мм Я беру 25 июля Тут я беру 8-10 км Тут я беру 9-130 км Теперь, друзья, добавлю фарш в фарш Подготовленные специи Добавлю на глазок, их поделю на две части примерно Почему так делаю? Потому что сейчас нам надо будет фарш хорошенько вымешать Мы будем использовать планетарный миксер Можно использовать любой совершенно миксер Можно это сделать и руками, но руками на это уйдет очень много времени Добавлю все специи И я сейчас в миксер буду закладывать частями фарш Потому что у нас его много, наш миксер не справится Загружаю в миксер мясо Я беру примерно по половине каждого фарша Чтобы не испортить Потому что боюсь, что весь он не вымесит И начинаем вымешивать Вымешивать буду где-то 5 минут Покажу, какой результат у меня получился Вымешивался фарш 5 минут Посмотрите, как он сейчас выглядит Сейчас эта штука падет Вот я хочу просто показать, как выглядит фарш до вымешивания И как выглядит фарш после вымешивания Совершенно две большие разницы Друзья, вымешивание в приготовлении колбас Очень важный процесс И не пренебрегайте им То есть, если у вас нет такой штуки Берите обычный миксер с венчиками для замески теста И просто в любой емкости в кастрюльке Вымешивайте его минимум 5 минут Фарш надо для колбасы очень хорошо вымесить Я сейчас сделаю вторую порцию И расскажу, что делать дальше Хорошо вымесили весь фарш Теперь надо его уплотнить в любой емкости Вот таким вот образом И отправляем его на нижнюю полку холодильника Там, где попрохладнее, на сутки Такая технология Вообще, технология приготовления этой колбасы достаточно длинная Колбаса будет, на мой взгляд, очень классная Очень вкусная Отличается от всех вареных копченых колбас Сервелат Ну, по крайней мере, сервелат по книге Аконникова 1938 года, друзья Завтра будем набивать колбасу в оболочку На следующий день можно набить нашу колбасу Мы используем коллагеновую оболочку диаметром 45 мм Буквально на 2-3 минуты Замочили, ну, нарезали оболочку на нужные нам размеры По размеру батона Плюс запас на обвязку И на 2-3 минуты замочили в теплой воде Набьем колбаски Лучше это делать вдвоем Ну, конечно, если нету партнера Можно и одному Но мы предпочитаем всегда с Ларисой Вообще все делать вдвоем Надеваем оболочку на цевку Сейчас подведем сюда фарш Подвел фарш И стараемся как можно плотнее наполнить колбасой Вот так вот Точно так же набьем все остальные колбаски Набили все колбаски И теперь их надо перевязать Перевязываем леяной веревочкой Вот так вот Тоже лучше делать вдвоем Один человек подкручивает с двух сторон А второй завязывает Таким образом мы получаем Достаточно плотный батон колбасы И после этого, друзья Колбасу надо Ой, порвалась веревочка Колбасу надо отправить на усадку Причем желательно, чтобы колбаса висела То есть не чтобы она лежала А чтобы она висела на одном из хвостиков Таким образом она будет значительно лучше уплотиться И вы увидите Эту колбасу на усадку надо отправлять на 7 дней То есть происходит, видимо, и какая-то ферментация Но вот так вот гласит рецепт Мы никогда так надолго еще не оставляли колбасу Но по оригинальному рецепту Она должна у нас висеть 7 дней При температуре 2-4 градуса А после этого уже будем переходить к тепловой обработке Вот таким вот образом Лариса подкручивает Чтобы уплотнить батончик А я хорошенько завязываю Точно так же перевязываем всю колбасу Мы ее повесим на балконе У нас балкон с северной стороны лоджия На улице сейчас где-то градусов 5 мороза То есть на балконе как раз 2-3 градуса И через 7 дней, друзья, приступим к тепловой обработке Дорогие друзья, еще забыл сказать одну важную вещь Вооружимся булавочкой Осмотрим всю колбаску Но вот у нас нет пузырьков воздуха Если у вас где-то есть пузырьки воздуха То вместе пузырька берем булавочкой и прокалываем Совершенно не бойтесь этого делать Коллагеновую оболочку можно совершенно спокойно прокалывать И еще хотел показать Вот так колбаска выглядит сегодня Мы ее вешаем на 7 дней И следующий фрагмент вы увидите Именно как я ее положу в это же место Через 7 дней И покажу, что изменилось за это время Как она выглядит Потому что действительно длинный срок Я думаю, в колбасе будут происходить процессы Но вот такой оригинальный Процесс ферментации, хотел сказать Такой оригинальный рецепт сервелата До встречи! Маска висела у нас 5 дней Ферментировалась, уплотнялась И вот сейчас хочу показать, почему я говорил, что ее лучше подвешивать Посмотрите, какой эффект Книзу она полностью уплотнилась То есть колбаса висела, уплотнялась Сверху появилась немножко Ну вот так вот она висела Здесь появилось немножко свободного места Теперь перед тепловой обработкой Мы ее можем вот так вот здесь сжать И подвязать новой веревочкой Чтобы получился одинаковый с двух сторон Плотненький батончик За время ферментации колбаса сильно поменяла цвет То есть она стала более яркая Более плотная по самой набивке И переходим к следующей первому этапу Вернее тепловой обработки Копчению Развешиваем колбаску в коптильню Коптить будем 12 часов При температуре 32-33 градуса Ну как написано в оригинальном рецепте Там написано, конечно, 24-30 часов Но я думаю, что 12 часов с головой При такой температуре и будет Ну мы увидим конечный результат Естественно, его покажем сразу же Когда колбаска будет готова Пока отправляем ее на копчение Дымогенератор запущен Коптильня наполняется дымом А мы оставляем нашу колбасу И увидимся, дорогие друзья, через 12 часов Коптилась колбаска 12 часов Приобрела вот такой вот очень красивый золотой оттенок Вообще просто красота Приступаем к следующему этапу тепловой обработки Варки Варить будем на пару Для этого разогрели духовку До температуры 80 градусов И стараемся эту температуру поддерживать В течение всего процесса варки На дно духовки поместили противень С горящей водой То есть закипятили в чайнике воду Налили прям кипяток на противень И поместили на дно духовки Это нам даст эффект именно паровой варки Сейчас будем перемещать колбаску в духовку Видите, уже есть эффект пара При открытии духовки из нее исходит пар Размещаем колбасу на решеточку Над противнем с горящей водичкой В один из батонов колбасы Помещаем щуп кулинарного термометра Для того, чтобы контролировать температуру внутри батона Вот такой вот у нас термометр с двумя щупами Один контролирует щуп температуру в духовке Второй температуру внутри батона У нас на канале есть обзор этого прибора Очень классный прибор с сигнализацией температуры Но вообще в колбасном деле просто незаменим Купил я его на Алиэкспресс Можете посмотреть обзор И там же есть ссылки на приобретение Где я покупал, собственно говоря, на магазин Из которого он быстро и хорошо отправил мне чувак-китаец И за две недели в Киев пришел этот прибор Друзья, варим на пару В духовке температура 80 градусов Варим до достижения внутри батона Температуры 69 градусов Спустя полтора часа колбаса готова Температура внутри батончика достигла Ой-ой-ой Как она варится хорошо Достигла 69 градусов И можем ее доставать Процесс варки и процесс приготовления окончен Теперь колбасе надо отдохнуть При температуре 10-12 градусов Она должна полежать Ну вот у нас она полежит ночь Всегда этого достаточно А завтра уже можно будет дегустировать Очень красивый сервелатец получился Ну еще бы высшего сорта все-таки сервелат Реально я доволен результатом Интересно какой он на вкус Попробуем завтра Так что, друзья, вывешиваем ее на остывание На веранду И завтра будем дегустировать На следующий день сервелатец Сервелатец остыл И хочу поделиться видом разреза Разрез просто отличный Почистим его Всегда не любил чистить колбасу Для меня поймать этот кончик Видите, как отлично очищается Коллаген Просто суперский Сейчас покажу разрез Крупным планом Колбаска просто идеальнейшая Тоненько режется Вообще супер-супер Посмотрите, дорогие друзья Какой разрез классный Сама колбаска имеет корочку натуральную Кстати, мы ее не обжаривали По технологии Но все равно получается круто И вот такая вот она на срезе Давайте попробуем Итак, друзья Сервелат Сервелат высшего сорта По рецепту 1938 года По ГОСТу 1938 года Отличная колбаса Смотрите, я отрезал тоненький кусочек Она же светится То есть очень хорошая консистенция Очень классно прокоптилась Приготовилась Запах вообще сногсшибательный Реально очень вкусно Попробуем Просто великолепная Сейчас таких колбас в магазине не купишь Она реально великолепная, друзья Ну, и как я повторяю И не устаю повторять в каждом видео Мы призываем вас И вот наша такая скромная миссия Показать, что готовить колбасы Готовить сыры в домашних условиях Это просто Отказывайтесь от какашки Которую вам предлагают купить в магазинах Задорого И начинайте делать сами Вы просто будете Ну, настолько рады результату Настолько довольны Это здорово Здесь нет никаких канцерогенов Здесь исключительно мяса Нету сисек-писек и хвостов Как говорят колбасники Когда вы делаете для себя Ну, это просто потрясающе Пахнет, пахнет обалденно Дорогие друзья С удовольствием представляем вам Рецепт сервелата высшего сорта Приготовленная по книге Аконникова Колбасы и мясокопчености Издательство 1938 года Если у вас есть какие-то вопросы По приготовлению Задавайте их в комментариях Мы отвечаем на все комментарии С Ларисой на все вопросы Естественно, подписывайтесь на наш канал Чтобы не пропустить наши новые рецепты Ставьте пальцы вверх Если видео было вам полезно А мы будем снимать для вас Новые интересные материалы Друзья Колбасы, сыры Естественно, алкоголь Пиво, вино До новых встреч Пойдем снимать Всего доброго Пока